Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу святому! Братья и сестры, дорогие друзья, и ни в коем другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которому для жалобы нам спастись. Слава Искупителю Рода Человеческого! Приветствую всех вас, дорогие друзья, из города Киева, с Украины, и эти дни я провожу служение здесь, в нашей Киевской архиепископии, в самом Киеве, но уже в воскресенье после служения еду во Львов, и буду всю неделю проводить служение там во Львове, общение с братьями, так что всем святым в городе Льва радоваться. Ну, в первую очередь, конечно, два из колена Иуды, самого Иисуса Христа, город Иисуса Христа, потому что, наверное, и в Украине нет такого города больше, где бы так много славили Господа Иисуса Христа. За место здрасте даже там говорят, слава Иисусу Христу, отвечают на Витислава Богу святому. Вот так вот. И пусть Бог благоставит сегодня Львов, пусть Бог благоставит сегодня всех жителей Львова, всех гостей города, удивительнейшего города в Украине, жемчужины Украины. Я, честно говоря, очень люблю в Украине Киев и Львов. Вот эти два города, они в моем сердце всегда. В молитве моей всегда, когда молюсь за Украину, то молюсь часто за Киев и за Львов. Два этих города вспоминаю очень часто в своих молитвах. Ну, конечно, и всю Украину благоставляю, безусловно. И так что, дорогие друзья, благословения Господня всех вам, молитесь об этой поездке в Западную Украину и уже 19-го числа или 22-го, я сейчас точно не знаю еще по расписанию, как будет, буду снова здесь уже в Киеве. Так что в конце, получается, да, это в конце февраля и начало марта буду проводить служения, посвященные празднику Пурим. Хотя, кстати, и завтра тоже на шаббате буду об этом немного говорить. Вот, и на воскресном служении нашем буду тоже об этом вспоминать. Вот, но в этой поездке во Львов, конечно, тема Пурима будет, наверное, занимать такое очень важное место. Вот, тема Пурима и тема православного календаря, вот, в Средине Господнего. Потому что вспоминается, это не Господний праздник, но, с другой стороны, это праздник, вспоминающий собой библейское событие, немаловажное, а даже очень, скажем так, важное событие служения жизни, вообще земной жизни Иисуса Христа, Евангелия всего. Потому как именно на Средине мы читаем из Евангелия от руки тот фрагмент, когда Господь еще был маленьким еврейским мальчиком, младенцем еще совершенно, и его принесли к храму благоставлять Бога и принести жертву, положенную за первенца. Иосиф, Мария, это была бедная еврейская семья, они не могли принести большую жертву, ну, скажу так, не то, что большую, а достаточную жертву по закону, и поэтому они ограничились лишь минимальной жертвой, птенцами-голубинами, которые могли принести самые бедные евреи в Израиле. Вот, ну, как по-нашему, копеечная свечка самая. Вот, они не могли исполнить слово Божье, вот так, как оно повелевалось, вот именно, как бы, в первом чтении, будем так говорить, да, значит, в идеале. Но Господь сказал, что кто не может принести достаточную жертву, то может ограничиться, когда тому по усердию может платить вот этой маленькой, минимальной жертвой. И это показывает действительно бедность этой семьи еврейской. И Иосиф, Мария, Иисус мог бы родиться в семье царской, Он мог бы родиться в семье священников, в семье фарисеев, седукеев, книжников, Он мог бы родиться в семье, ну, более, ну, как бы, хотя бы среднего класса, знаете ли. Но Он родился в самом низком классе, будем так говорить. Он родился в семье бедняков еврейских. И это очень интересный символ, такой очень интересный знак для нас, что Господь смотрит совершенно по-другому, не как человек. Вот, даже, кстати, разрушая стереотип мышления того времени, знаете ли, Иисус однажды рассказал притчу про богача и Лазаря. Наверное, целая революция творилась в мозгах слушателей. Ведь он сказал, что богач, который, ну, по всей вероятности, был очень благостомленным человеком, но в аде был, будучи внуков. Вот, и с другой стороны, бомж, бедолага, Николай Недвора, что называется, лишь псы были его друзьями, с собаками лишь он дружил. Ни один человек не мог, не хотел с ним дружить. Ну, кто с бедным будет дружить, знаете ли, а с нищими подавно, знаете ли, особенно желающих и сейчас нет, дружить с бедными людьми. Вот, и, а тогда уж, знаете ли, и по данным, когда это еще на религиозную такую основу ложится, подобные всякие суеверия возникают, что, вот, мол, если бедный человек, значит, бог его не любит, значит, у него там что-то проблемы с верой и с богом вообще совсем. Возможно, и так было, но, знаете ли, этот бедный человек, он был на луне Авраама. Вот, и, конечно, Средний Господний говорит нам о том, праздник, само это событие евангельское, что Иисус Христос, Он есть свет к просвещению всех народов и славы народа Своего Израиля. И сегодня во Христе Иисусе, не важно, бедный ты или богатый, умный ты или необразованный совершенно человек, еврей ты, не еврей, мужчина и женщина, русский, украинец, белорус, еврей, там, американец, африканец, не важно, какого цвета твоя кожа, разрез глаз, важно, какое твое сердце, какое твое сердце, кто ты, не снаружи даже, не по одежке, не по положению в обществе, не по толстому кошельку или отсутствию вообще оного, а по, действительно, самому нутру, потому что бог смотрит на нутро человеческое. Очень хочу снова во Львове помолиться на месте синагоги, Золотая Роза называется. Кстати, если вы живете в самом Львове, и у вас есть возможность, вот именно в старой части города, потому что я поселяюсь там на окраине, даже за городом получается, если у вас в самом Львове есть возможность там предоставить квартиру мне, вот на эту неделю, то свяжитесь со мной, или вообще на будущее даже, допустим, по приезду, потому что центр Львова – это особенное место, не просто для туристов даже, а вот для молитвенников. Молитвенные такие проходки делаются, там, значит, молитвенные такие служения, особенно на том месте, где была синагога Золотая Роза. Это особенное место, особенное переживание, вот, с моего последнего приезда во Львове, как раз на том месте, где была Золотая Роза, особенно были переживания мои, вот, и я записал видео, они есть на Ютубе, можете посмотреть, на том месте как раз, тоже было дело зимой как раз. Вот, пусть Бог благоставит всех вас, дорогие друзья, пусть Бог благоставит Киев, пусть Бог благоставит Львов, пусть Бог благоставит и защитит всю Украину сегодня, в это военное время сегодня, значит, идет война, уже не первый год льется кровь и слезы, дети становятся сиротами, жены становятся вдовами, матери, отцы теряют свои детей, дети своих, родители, страшная история, страшные времена, друзья, да и кто мог подумать, знатели, соседи, близкие стали врагами, кто мог подумать, страшная, конечно, история, когда восстает человек на человека, ближний на ближнего своего встает, исполняются страшные библейские пророчества, исполняются как плохие пророчества, страшные, так и прекрасные, конечно, вот, страшные, вот, о воинах, там, в ладах, морах, прекрасные пророчества библейские исполняются, о том, что будет проповедано сей Евангелие Царства всем народом, в освятительство имя, и тогда придет конец, слава Богу, но конец, для неверующих, это конец всего, и не для комедии, но для верующих это начало только лишь, конец, это прекрасно, потому что это начало новой земли, новых небес, новые истории, новые страницы, перелеснется новая глава, скажем так, новая эпоха, новая эра, которую по значимости можно лишь сравнить с нулевой отметкой, с перешествием Господа Иисуса Христа на землю, пусть Бог благостовит, или с моментом творения вообще этой вселенной, пусть Бог благостовит вас, дорогие друзья, из города Киева, в предвкушении служения и поездки во Львов, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь Христа Спасителя, мир всем вам, да, и напоминаю по скриптум, что, как бы так, после уже всего, что мобильный телефон прямых эфиров, который я включаю как раз на прямых эфиров, вот, Киевстар номер мой, который вы можете пополнять с любой точки Украины, и тем самым финансово участвовать в моем служении, в моих поездках по Украине, служении по Киеву и по всей Украине, слава Богу. Так что благостовляю всех вас, дорогие друзья, вот, и, да, номер, напоминаю, сам номер, запишите себе, пожалуйста, его, 096 96 2 6 6 75, повторяю еще раз, 096 96 2 6 6 75, благостовляю всех вас своими Господними. Да, кстати, можете писать смс-сообщение тоже, потому что я включаю, например, при эфирах, но и до эфира, вот мы будем, допустим, завтра будем общаться с нашим дьяконом Максимом, вот, тоже будем молиться как раз вместе, и включая телефон, я читаю эти смс-сообщения, нужные молитвы, ну, и в социальных сетях пишите, конечно, потому что стараюсь отвечать и на ваши вопросы, которые вы задаете в социальных сетях, слава Богу. Благоставляю вас всех, дорогие друзья, благословением священническим. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Иисусу слава, Иисусу слава, лунная песня над схилами Днепра. Иисусу слава, Иисусу слава, спевает вильно Украина.